Пока российский рынок сотрясают неурядицы, самый первый автомобильный сайт в истории российского интернета 1 декабря запускает традиционное голосование за самые желанные новые автомобили 2022 года. На сей раз совместно с телеканалом Автоплюс. Мы во Автору вот уже третий год проводим премию новинка года. И несмотря на то, что много событий не самых интересных случилось, мы решили, что мы просто не имеем права пропустить 2022, потому что в 2021 мы сделали самую большую премию автомобильную в России, собрали 24 автомобиля и подумали, что можем попробовать повторить и в 2022. Более того, представителям сервиса удалось собрать в одном месте практически все самые интересные машины, которые в этом году добрались до российского рынка. Учитывая, что представительство большинства марок фактически прекратили работу, это оказалось нетривиальной задачей. Собрали все машины, которые приехали сюда благодаря параллельному импорту, благодаря прекрасным дилерам, которые нам их все выдали. И здесь собраны все машины, которые анонсировались для российского рынка в 2022 году. Мы здесь собрали 11 автомобилей. Здесь, к сожалению, нет совсем массовых новинок, потому что их по объективным причинам возить не очень выгодно. Но здесь есть у нас абсолютно новый Mitsubishi Outlander. У нас здесь есть Kia Sportage, который в не очень понятном статусе на российском рынке оказался. Но у нас он тоже есть. И есть, конечно, ключевые новинки. Самое интересное – это, наверное, Mercedes-Benz QS. Это абсолютно новый Lexus LX. Это Range Rover последнего поколения. И у нас здесь даже проходит что-то вроде локальной премьеры. У нас здесь появилась Voya Dreamer, которая под конец года официально до России добралась, но практически на протяжении всех 12 месяцев ездила к нам параллельно. Но самое главное, что лучшую новинку года выбирает не кто-нибудь, а вы сами. Для этого достаточно зайти в специальный раздел на сайте авто.ру, посмотреть, выбрать и даже прицениться к понравившемуся автомобилю и отдать за него свой голос. Мы очень рассчитываем на то, что в этом году будут голосовать активнее, чем в предыдущем. В том числе потому, что рынок в целом поменялся, модели новые. Людям очень интересно, что же до нас доехало, сколько это стоит, что эти машины вообще собой представляют. Многие из ожидаемых новинок приехали в Россию неожиданным способом. Но похоже, что в будущем нас ждут автомобили, которые в иной ситуации на рынок не попали бы вообще. И это намечающееся разнообразие тоже стоит оценить. Субтитры создавал DimaTorzok